Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. После выхода ролика, где я показывала наши молоденькие кустики винограда, второгодочки, где я показывала, что у них уже заложен потенциальный урожай, многие из них с гроздочками, у многих из вас возник вопрос, а можно ли эти гроздочки оставлять? Не только можно, но во многих случаях и нужно. И в сегодняшнем ролике мы с вами подробно разберем этот вопрос. Для того, чтобы ответить на вопрос, можно ли оставлять урожай на винограде на второй год, я вам показываю кустик третьего года. Это у нас цимус. Видно, что он нарастил в прошлом году. То есть в классике вот сейчас у него должно было бы быть всего лишь 4 побега зелененьких. Ну, как видите, их гораздо больше. Видим и заложенный урожай, и видим рост. Рост активный. Растение показывает, что сил у него много, всего много. Вот если в прошлом году он, кстати, плодоносил, сейчас покажу кадры, как это было. Кишмиш цимус, столовый сорт ультрараннего срока созревания. Это молодой кустик, ему всего лишь второй год, и это его первое сигнальное плодоношение. 4 побега на каждом из них по грозде. Ну, вот единственное, одна есть такая маленькая, гроздочка вот там. Ну, а остальные гораздо крупнее. Устойчивость к заболеваниям в этом сезоне ни в чем не замечен. При стандартных обработках. Ну, по вызреванию лозы говорить о чем-то на второй год для куста достаточно сложно. В прошлом году лоза вызрела и смогла дать нам урожай в этом. Ну, а в этом году, видно, процессы начались. Ну, еще 3 сентября, еще рано, к тому же, куст молодой. Так вот, даже с плодоношением, вот там видно, да, нет газона, там яблоня росла, которая еще так затеняла, вот там, там юг примерно. Так вот, в прошлом году он не только дорос до верха шпалера, он еще забрался на эту яблоню, и лозы были метров по 5, и с урожаем. Если бы мы не оставили урожая на нем, то лозы были бы еще больше, и не факт, что они бы вызрели. Конечно, вызревание тоже было не самое лучшее, честно говоря. Ну, в принципе, мерить что-то по прошлому году достаточно сложно. В прошлом году у многих были проблемы с вызреванием. Ну, видим, да, к чему мы пришли на третий год. Это к нормальному количеству побегов, достаточно сильных, ну, и тоже заложено хороший красивый урожай. Ну, вот еще одного красавца показывают, тут уже третий годка. Сейчас опять будет ставка, как он рос на второй год. На 14 сентября в моих условиях сахар 25 брикс. Это куст второгодка. И на второй год он уже показал урожай. Сила роста у него потрясающая. Там уже я и чеканила, и пасынки некоторые оставляла. Ну, растет он очень мощно. То есть, как видите, урожай был, были, и все было. И в этом году вот как он пришел. То есть, какой был смысл, например, убирать с него урожай, пытаться его как-то нормировать по схеме, если растение может себе позволить вот так вот активно и хорошо расти. Вот я вам показывала трехлеточки, как они растут. Вот эта двухлетка, это валлиант. И видите, ну, пока не сделали шпальеру, да, не подвязали, поэтому все вот так вот лежит на земле. Видим, сколько побегов. Видим, как хорошо кустик развивается. Кстати, зацвел, смотрите, первый, первый зацвел. Какая умничка. Так вот, ему не просто надо оставлять, ему не просто можно оставлять этот урожай, нужно. Обратите внимание, какой хороший рост, как еще определить, у нас загнута коронка. Иногда, конечно, бывает у некоторых слаборосликов, вот этот вершок, он прямой. Но если он закручен, это точно говорит о том, что кустику всего хватает. Обратите внимание, да, он цветет, и у него есть пасынки. То есть, мощи у куста более чем достаточно. И не просто можно оставлять на нем урожай, а нужно. Кустик нужно нагружать. Только тогда он сможет правильно и хорошо развиваться. Вот еще пример. Это кадарка. Обратите внимание, то есть, ну, есть гроздочки. Тут одна, кстати, наверное, да. Достаточно хорошо растет. Вот, сами побеги растут. Тоже их здесь я оставляла 3 или 4, по-моему, 4. Сразу на 4 рукава. И, видите, пасынки. То есть, если растение гонит пасынки, опять же, смотрим, вот короночка наша, верхушечка. Если активно растут пасынки, это тоже говорит о том, что растению всего хватает. И мощи у него хватает. Поэтому он эти пасынки и прет. Если бы ему чего-то не хватало, он был там на урожай, на рост, а пасынков бы так не было. Если пасынки есть, все, вот нам сигнал, что урожай этот надо оставлять. Вот альминский тоже с гроздочками. Я думаю, что, наверное, скоро зацветет. Вот, тоже оставлено много побегов. Рост хороший. Пасынков, кстати, здесь особо. А вот, вот там. Вот пасыночек какой-то идет. Но пока рост хороший. Пока мы оставляем все. Но, смотрите, он же вообще тут, как сумасшедший. Да? Раз, два, три, четыре грозди на помех. Конечно, четыре мы ни в коем случае оставлять не будем. Даже несмотря на то, что, в общем-то, технический сорт у них, гроздочки небольшие. Тем не менее, помню, что нам надо позаботиться и о вызревании лозы. Я думаю, что, наверное, оставим по одной. Даже две можно уже сразу сейчас убрать. Вот, видите, маленький побег, да? Вот на нем гроздочки мы точно уберем. Так. Здесь вот эту. Четвертую с усиком однозначно убираем. Вот эту можно уже убрать. Так. А по остальным мы пока что понаблюдаем. Вот у нас пиноурожайный с гроздочкой. И, смотрите, здесь вот так получилось. У него очень хороший рост. Да? Вот и гроздочки он заложил. Но пасынки начинают идти в рост. Но побежек вообще только один. И вот когда у нас побежек один, то нам вообще надо очень внимательно за всем следить. Ну, так получилось. Почему-то вот одна почка проснулась. Даже тут ничего не нормировали. Надо следить и грузить при необходимости, потому что может жировать. Ну, соответственно, получим определенные проблемы. У него заложено раз вот одна гроздочка. Вторая тут не до гроздь. Ну, пока оставлю две. Дальше будем смотреть. Здесь у нас уже столовый сорт. Это черный хрусталь. Ну, смотрите, та же ситуация. Побегов много. Раз гроздочка. Пасынки хорошо идут. И вот там еще одна гроздочка. Ну, конечно, верхнюю можно и сейчас убрать. Тем более, что видно, что вот это гроздь. А вот то, скажем так, не до гроздь. И при этом смотрите еще на что обращать внимание. Обращайте внимание на описание сорта. Если это столовый крупноплодный сорт, да, мы урожай на нем можем оставить, но только одну гроздь. И даже эту гроздь, возможно, нам придется урезать там на треть, на половину. Надо смотреть и наблюдать, потому что можно тоже перегрузить и словить определенные проблемы. С техническими чуть проще. Они мелкоплодные, поэтому там нагрузок меньше. Ну, и там тоже надо следить, надо наблюдать. Вот сейчас мы на этом кустике верх уберем, потом посмотрим, как эта гроздочка отцветет, как кустик будет развиваться. Будут еще расти пасминки? Не будут. Как будет вести себя верхушка? Да все это видно. И тогда будем принимать решение убирать часть грозди, ну, либо не убирать. Бывает, что вот на второй год даже у крупноплодных столовиков они закладывают ну, скажем, небольшую гроздочку и вполне это тянут. И гроздочек этих на кусте может быть там и 2, и 3. еще раз акцентирую внимание наблюдаем. И вот еще один пример для вас. Я этот кустик уже показывала. Значит, он был посажен в прошлом году из школки. Осенью в школке он замечательно рос. Он заложил урожай. Там видно гроздочка. Может быть, вам не очень на верхушечке. но по сравнению с другими кустиками, которые я вам сегодня показала в разницу ощущаете в росте? Вот сколько здесь? Ну, 15 сантиметров росточек от силы. А там у Вэльента по 50 и несколько. Понимаете? То есть разница в росте колоссальная. И вот такого малыша грузить гроздями ни в коем случае нельзя. То есть у такого мы убираем эти грозди. Еще показываю один пример. Столовый сорт Наташа Ростова. Гроздочки. Раз, два. Пасынки. Посмотрите, какие пасынки. Вот показывала малыша с гроздочкой. Да, здесь пасынки такого же размера. Лоза какая. Ну, здесь не один побег. Конечно, есть немножко отстающие. То есть у нас их сейчас покажу подальше. Два побольше и там кое-что поменьше. Но куст надо нагружать. Вы видите, как он растет. Он очень хорошо растет. Поэтому урожаем его надо нагружать. Конечно, вот на таком маленьком побеге вот эту гроздочку мы убираем. Так, на большом оставляем. Сейчас их две. Ну, пока что можно на всякий случай оставить две. Пройдет цветение. Одну точно уберем. Дальше наблюдаем. То есть вот на данном этапе, если вы у своих кустиков на второй год видите гроздочки, что растут ваши кустики хорошо. У них уже идут пасынки, не обязательно такие большие, достаточно даже. Если маленькие, да, развитие идет нормально, значит, гроздочки оставляем. Если их много, как я показывала, четыре, две смело можно убрать сейчас. остальное смотрим по ходу. На примере этих же кустиков я вам тоже все это буду показывать по своим возможностям. Подводя итог нашей сегодняшней встречи, я хочу очередной раз подчеркнуть. Самое важное, что требуется от нас виноградарей, наблюдение. Как только мы разовьем в себе этот навык, как только мы научимся понимать наше растение, у нас все сложится, и мы будем получать и удовольствие от того, что мы делаем, и максимальный эффект. Ну а на этом я с вами прощаюсь, большое вам спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, под видео нажав кнопку еще, ссылка на каталог наших сортов винограды и мои контакты. И до новых